Как поясняет заместитель начальника городского управления коммунального хозяйства и транспорта Алена Суевалова, проходят такие рейды еженедельно. Специалисты коммунального ведомства в этом вопросе опираются на российское законодательство в части рекламного регулирования и правил местного благоустройства. В последней редакции нормативных документов, что федеральных, что местных, четко прописан порядок размещения стационарной рекламы на фасадах. В первую очередь нужно получить разрешение в градостроительном департаменте, далее провести собрание собственников многоэтажки и собрать подписи. Среди обилия организаций на Кирово есть и те, кто эти нормы игнорирует. Сегодня наши рейды проходят в отношении многоквартирного дома по улице Кирово 112. На данном доме на сегодняшний день в департаментах градостроительства составлены акты и выявлены более 30 реклам, у которых либо истекли сроки действия, либо предприниматели уже закончили свою деятельность и переехали в другое, а рекламная вывеска осталась. И с управляющими компаниями прорабатывается данный вопрос по демонтажу таких вывесок. В случае, если вывеска не была получена, разрешение и собственника невозможно установить, такие материалы направляются в полицию. Полиция составляет протокол по кодексу об административных правонарушениях. Административная ответственность составляет для граждан от 1 до 1,5 тысячи рублей, на индивидуальных предпринимателей от 3 тысяч до 5 рублей, а если это юридическое лицо, то штраф составляет от 500 тысяч до миллиона рублей. Демонтировать конструкцию предпринимателю придется в двух случаях. Если вывеска размещена без одобрения градостроителей и жителей, либо полученное разрешение давно утратило свою силу, а за новым руководитель предприятия не торопится. Кроме того, если собственник нежилого помещения не принимает никаких мер по демонтажу, то департамент градостроительства уберет вывеску сам, но расходов зыщет с предпринимателя. В управляющей компании добавляют, что собирать подписи можно как в очном, так и заочном формате. С учетом того, что правила благоустройства действуют на всей территории города, вполне вероятно, что скоро нынешний рекламный хаос из вывесок будет приведен к единому формату. Константин Аникин, Владислав Уронов, Новости.